Барби-я, бам-бам, 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 бам-бам. Последний экспертный разговор у нас на сегодня в пятницу и после этого можно идти смело отдыхать. Но перед этим Екатерина Сапитон, менеджер туристического оператора Артекс-94, нам расскажет об очень интересной стране. Мы ее знаем по одному известному мультику, который так и называется «Мадагаскар». Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение? Как настроение в Мадагаскаре? И почему именно туда мы сегодня решили отправиться? Настроение у меня отличное, поэтому я готова поделиться нашим новым проектом, который делает туристическая компания впервые вообще на рынке туристическом. Экспедиция на дальний заброшенный в океане индийском остров, который называется Мадагаскар. А кто же его забросил туда? Остров в Индийском океане образовался 90 миллионов лет назад. Первый остров, который оторвался от глубинного материка и образовался. Это первый остров на Земле. И благодаря этому... В виде цивилизации. Благодаря этому так сложилась такая природная микроклимат, такая флора, такая фауна, которую можно наблюдать только там и не увидишь нигде на Земле. Нигде. Более 10 тысяч видов растений можно увидеть только на Мадагаскаре. А если бы еще наблюдать за ним все эти 90 миллионов лет, ооо, сколько мы всего бы там увидели бы. Ну, не знаю, может быть, мы устали уже от этого. Но факт тот, что там очень интересный разнообразный животный мир, очень интересная флора, фауна, много климатических зон. Остров на самом деле большой, очень большой, он почти как Испания. Он находится в субтропиках, то есть там наблюдаются и саванны, и джунгли, очень обильная растительность. Есть и участки с пустынями, очень пустынная местность. Есть затухшие вулканы, есть белоснежные пляжи и великолепные индийские океаны. Большие туристы, которые там остались на пожизненно... Туристы для кого? Для кого этот остров? Для тех, кто хочет увидеть неизведанное, увидеть максимально природное, менее урбанизированное, чем все острова вокруг, даже в том же Индийском океане. Увидеть животных, которых увидишь только там, например, лемуров. Увидеть растения, увидеть национальные парки с безумной красотой пейзажа. И себя показать. В основном это, конечно, экзотическое направление. Безусловно, не нужно ожидать роскошного отдыха в очень комфортных условиях. Это больше всего экспедиция. Туристическая компания «Артек» сделала подарок в этом году всем туристам. И впервые туристическая компания организовывает экспедицию на Мадагаскар. Это отлично от любого экскурсионного тура, от любого пляжного отдыха. Экспедиция – это означает поездка в национальные парки, в которых можно совмещать пешие прогулки, подъемы на вулканы, посмотреть каменный лес, посмотреть животных. В натуральной природе без зоопарков вы можете наблюдать более 100 тысяч видов лемуров, более разнообразную природу в саванне, в джунглях, где огромно пышет зеленью территория. Красота неимоверная, растения неповторимые. Это все предполагает собой наш тур. Мы будем совмещать отдых на белоснежных пляжах Мурандава, мы будем ездить по экскурсионным турам, посмотрим самобытность страны. Дело в том, что страна вообще бедная, то есть это для подготовленного туриста, для готового воспринимать народ. Бедный, щедрый, улыбчивый, счастливый. Благодаря тому, что там экономика не очень хорошо сформировалась, на сегодняшний день достаточно мало урбанизации, мало городов, мало ущерба природе нанесено. До 1960 года в этой стране была французская колония, и там были французы. Они приехали только с конца 17 века, то есть очень поздно было завоевание людьми этого острова. Поэтому природа девственно чиста и красива. А то, что людей вдохновляет сейчас… Прямо выдавая замуж. Да, можно сказать, что то, что сейчас нравится людям, вдохновляет всех людей, поэтому очищает души, это природа, это что-то нерукотворное. Поэтому там красота, за которой нужно ехать, которую не увидишь никогда. Вот даже тот факт, что почему-то всех вдохновляют лемуры, вообще неповторимые животные. Они созданы природой вообще на африканском континенте, но считается, что где-то сколько-то сотен лет назад они переплыли из африканского континента на Мадагаскар, потому что это не так далеко, на кусках земли, которая отрывалась, и которая была в пляже, и заселили Мадагаскар, и выжили. В Африке лемуры не выжили, потому что их съели более сильные хищники. Сильные хищники не добрались до Мадагаскара, и лемуры царствуют по всему острову. Отделили остров от Африки и от Индии и создали свою отдельную... Государство. Колонию. Лемурию. Да, Лемурию. Кстати, действительно, вот я вот тут смотрю, тут интереснейшая у него такая история формирования этого острова. Он получается... Сейчас, где-то тут у меня пролезло... Вот, да. Мадагаскар родился от Африки примерно 160-165 миллионов лет назад, а около 65-70 миллионов лет назад и от Индии. Поэтому, действительно, тут интересная вот поэтому и природа собралась, потому что это и частично Азия, частично Африка, и то, что вот, как вы говорите, действительно сохранившийся вид, которого бы, наверное, уже не существовало, если бы он, например, был бы прикреплен либо к одному, либо ко второму материку. Сто процентов верно. И очень важно, что человек первый приплыл на этот остров, историки, все географы пришли к единому мнению, не более чем 2000 лет назад. Приплыли, как предполагают из Малайзии, из острова Борнео на лодках не с африканского континента, то есть из Азии, потом частично, чуть позже, из Африки, а потом в XVII веке уже португальцы первые были завоеватели острова. То есть влияние человека минимально, и это очень важно. Очень мало мест на земле, островов, может быть, только сравниться с островом Пасхи или Папуановой Агвинеи, где самобытность сохранена, природа в девственном виде. Можно потеряться во времени, посмотреть какие-то определенные исторические, наверное, достояния, которые остались, которые сохранены в том, законсервированном виде. Да, фронтаторские дома, в XII века. Можно увидеть неповторимые строения на северо-востоке, где были пираты. Там есть кладбище пиратов. Ведь остров стоит на полпути к завоеванию Индии. Поэтому мадагаскарцы всегда этим пользовались. Очень было развито пиратство. Они выплывали на кораблях. То есть мадагаскарцы были пиратами, получается? Были, были. Северо-восток, они постоянно нападали на какие-то судна, потому что тут идет шелковый путь, тут идет путь завоевания Индии в целом. И все, что вывозилось, все очень много грабилось. Но этим интересен север Мадагаскара. Там очень много плантаторских домов, то есть тех завоевателей, которые осели и строили. Там очень самобытно. Я говорю про пиратов целая история и кладбище. Это очень интересно. Это, опять же, исторический путь развития. И только в 1960 году остров стал независимым. Но, опять же, благодаря тому, что там постоянные революции. Каждые 5-10 лет правительство одно сменяет другое, пытается отниматься набитием карманов собственными благами. Здравствуйте, ежедневные фестивали. А Мадагаскар устраивает революции. Революции, да. Но при этом они мало заботятся о том, чтобы чего-то истреблять и что-то насаждать людям, чтобы природа остается девственно красивой. Хотя, конечно, угроза... Человек гораздо более опасен для природы, чем даже хищники самые известные. Поэтому сейчас лемуры занесены в Красную книгу. Есть угроза их полного вымирания и истребления. Причем в самые ближайшие сроки. Поэтому я всех предупреждаю. Если хотите посетить Мадагаскар и застать лемуров, нужно ехать в ближайшие 10 лет. Ученые предполагают, что через 10, 15, 20 лет они исчезнут. Почему? Потому что вырубаются массовые леса. Леса, которые пригодны для существования лемуров. Они вырубаются, и никто. Правительству нет до этого дела. Приезжают эксперты из Америки, из США, Канады, из Европы. Кто, они больше обеспокоены этим, чем на населении? Да, 100%. Они ухаживают за этими животными. Они создают им условия. Но это те, которые здесь, без лесов, без того, что им нужно для жизни, они не смогут так продолжать существование в зоопарках. Долго они не протянут. Поэтому сейчас это угроза, бьет тревогу. Но просто государству, Мадагаскар, правительству, сейчас именно до этого нет дела. Им нужно поднимать экономику, очень много ничего. Населения, проблем масса. И они решают первоочередные задачи. Ну хорошо, давайте так немножко сузим вот так наше путешествие. Потому что действительно тема такая необъятная. Страна малоизвестная. Хотя вроде как на слуху крутится постоянно благодаря тому нашумевшему мультику. Но все же, если так отстранить немного эти фантазии наших героев мультипликационных, с чего начинается наше путешествие? Вот как мы летим? И еще очень важный такой момент. Хотелось бы понять вообще, что это за население? Как с ним себя вести? Малагасийцы, местное население, очень приветливые люди, к которым мы летим в гости. Это нужно сразу понимать. Настраивается на добродушное путешествие. Мы летим в столицу, Аттананариву. Туда прилетаем турецкими авиалиниями. Это с пересадкой, сколько мы летим по времени? По времени мы летим 10 часов. То есть путешествие долгое, но комфортное. Мы выбрали хорошие авиалинии для этого путешествия и их предлагаем бронировать. Нас встречают. Там организовано все путешествие от начала до конца. Проживание, все проезды, переезды, экскурсионные составляющие, завтрак, ужин, питание. Все включено в стоимость, чтобы та стоимость тура, которая у нас уже сформирована, она не была растянута резиновой. То есть больше человек, кроме как на сувениры, ничего не должен потратить. Это итоговая сумма путешествий. Это очень важно для наших туристов, для наших граждан понимать, во сколько им обойдется. Поэтому тур включает авиаперелет, включает проживание в гостиницах по всему маршруту, экскурсии, трансферы, переезды. Всегда на всем сопровождении у нас автомобиль, микроавтобус и гид, который всегда с нами. Гид, он переводчик, он экскурсовод. То есть это вы, если я не ошибаюсь? Я планирую тоже присоединиться к этому путешествию, как от компании здесь человек, отвечающий за наших граждан. Но местный гид обязательно будет. Он информирован, он подкован. Он там компания с 20-летним опытом работы. Принимала туристов французов очень много и качественно. Сейчас мы впервые, первое украинское агентство, которое с ним работает. И уже у нас есть опыт от парки частных индивидуальных туристов. Поэтому сервис безупречный. Мы очень рассчитываем, что все будет вполне организовано, даже уверенно в этом. Это, как я понимаю, первый будет рейс? Это первая экспедиция. Это первая экспедиция. Индивидуальных туристов мы отправляли много. И мы ежегодно отправляем. В группе это всегда интереснее. И экспедиция отличается от просто экскурсионного тура или отдыха на море тем, что мы залезем во самые глубины, где не ступала нога человека. Трупы внетуристические, очень яркие, в джунглях, в национальных парках, с подъемом, может быть. Это будет только один тур, понимаете? Это будет только один тур, потому что много человек вступит уже там, и все, и уже вся эта изысканность потеряется. Но от одного человека не потеряется, это точно. Но мы планируем такие группы организовать в дальнейшем. То есть этот тур со 2 по 11 мая, но в дальнейшем, если будет успех предприятия, мы готовы отвезти туда всех туристов. Еще раз, какого со 2 по 11 мая? На полных 10 дней, насыщенного, неутомительного. Давайте более четче. Цена вопроса? Так, 1240 евро стоит тур, может быть, до платы за авиаперелет. То есть, в общем, за все-все-все, где-то 2000 мы вложиться точно будем. 2000 евро? Да. Мы планируем это, но зависит от количества людей в группе. Это всегда имеет значение. Ну и сейчас у вас группа, я так понимаю, набирается, да? Да, группа набирается, то есть минимум 8 человек у нас уже есть. Ну, я думаю, что 10-15 до 20 человек. Группы не должны быть большие, потому что сервис предполагает не объемы, а качество. Интересно просто, что это за группа вообще. Наверняка это уже туристы с таким опытом. Необычным путешествиям, которые вот туда еще не доехали. Хорошо, давайте чуть-чуть еще по гостиницам пройдемся, потому что это тоже отдельный пласт информации, которым можно там много рассказывать о нем. Какая там эта звездность, есть ли она там вообще? И по какой системе питания там? Отельная база на Мадагаскаре предполагает звездность, но она имеет очень условный характер. То есть даже если гостиницы 3-4 звезды, они все очень скромные. За лакшери отдыхом это не на Мадагаскар, это на другие острова, Индийского океана. Здесь условия все чисто, все очень комфортно, но в предел, без роскоши. Ничего золотого инсталлированного, ничего… Чистая скромность. Да, чистая скромность. То есть как мы говорим по-европейски, это отели 3 звезды, даже если у них есть четверки. Вот такие отели мы лично отобрали, там где уже были наши туристы, которые рекомендовали нам их, и поэтому мы их выбрали. Три стандартных звезды, иногда может быть четверки на побережье у нас четверка. И все комфортно, все в пределах нормы. Питание шикарное, потому что вообще Мадагаскар славится кухней. Пришедшие французы еще в 19 веке, они научили и мадагаскарцев готовить, и сами в принципе очень много, где в отелях присутствуют французы-повара. Ну я так понимаю, что помимо французской кухни, конечно же, есть и что-то такое колоритное, местное. И если брать, например, допустим, мадагаскарскую кухню, ну как интересно звучит, мадагаскарская кухня даже как-то вот мало сочетаемая, да, с подобным словом, и все же, из коронных блюд, вот что они предпочитают и что обязательно? Обязательно попробовать туристам. Значит, сами мадагаскарцы едят рис. Массово, плантаций рисовых много, они его едят. Победнее едят рис с овощами, побогаче едят рис с рыбой. Рыбы много, морепродуктов много, лобстеров, сезон лобстеров, как раз мы едем, пик с января по май. Поэтому много очень рыбы и морепродуктов. Поэтому следующие, там очень богатые малагасийцы, они едят рис с мясом. Самое популярное животное, оно же священное, дорогое, любимое, это животное зебу. Чем-то похоже на быка, но при этом и имеет такой горб, как у верблюда. Сейчас я попробую найти в интернете этого зебу, мне уже просто интересно. Потому что там действительно есть такие уникальные экспонаты, которых, как вы и сказали, вот есть две точки на нашей планете, я не буду говорить 100%, может быть, что-то еще есть. Это Галапагоса и Мадагаскар, где вот именно уникальнейший такой растительный и животный мир, которого аналогов не существует вообще в природе больше нигде. Вот этот вот зебу, сейчас вот мы... Зебу, да. То есть животное, похожее на быка и с таким горбом, как у верблюда, очень популярно. То есть они его используют как передвижной механизм, запрягают в телегу и переезжают. Они используют молоко, мясо и огромные рога. Вообще из тех, если мы будем еще говорить о том, успеем поговорить о сувенирах или о том, чем привести, то из огромных длиннющих рогов зебу, из этой кости, делаются невероятные вещи. Любые сувениры, связанные от... Начиная от заколки, расчески, шахматы, домино, все, что можно сделать, шкатулки, это делается из этой кости. И костет такой хороший именно так. Ну, статуэтки, все животные. То есть это вообще их зебу, это все. Поэтому мясо зебу они едят, вот как мы, говядину. Это очень популярное блюдо, и это едят те, кто побогаще. Ой, кстати, вот наконец-то подсоединился нам наш монитор. Сейчас я пытаюсь понять, какую бы так лучше фотографию взять, чтобы подшикнуть. Вот крайне коричневый. Вот это, да, наверное? Хорошо. Чтобы действительно понять. Всех расцветок, вот как наши коровы, и белые, и коричневые, и в пятнах, и без, это животное зебу. Очень хорошо. Вот такое оно интересно. Видно, что какой-то этап немалый, я бы сказал, по эволюции пройденный. Это вы по горбу судите. Но все-таки что-то еще спереди, какая-то такая вот обвис, обвисаемость. Может быть, я, конечно, не силен в зоологии, и, честно говоря, не усугублялся в генофонд вообще животных нашей планеты, но видно, что что-то вот такое намешанное в этом животном действительно. А что еще? Жизненный опыт у животного. Своим горбом наработанный на протяжении многих тысяч лет. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. А у него не борьба. У него, да, прекрасные условия, все любят, все защищают это животное, и все малогостейцы очень предпочитают зебу. У него мольба, наверное, для того, чтобы его рога по жизни не украли. Опять же местные животные, вот такие хорошие. Поэтому это про питание. Конечно, наши соотечественники очень любят морепродукты, рыбу, она доступная, дешевая, вплоть до того, что вы лежите на пляже. Вот представьте картину. Белоснежный песок, Индийский океан, подплывает лодка белая, приезжает местный житель, скажем, скромно одетый, и выносит улов рыбы. Улов кальмары, лобстеры, рыба белая. Он подходит неспешно. В примитивном шалашике из соломы и сена сделано ларек-киосочек, где он разводит костер, жарит рыбку на барбекю, на сетке. И продает туристам 2-3 евро. Вообще, что может представлять из себя Мадагаскар, что имеется в виду под термином рыбы, каких размеров она бывает? Что это за рыба вообще? Может быть, это марлин. Огромные рыбы марлин в Индийском океане очень популярны. Рыб множество, еще больше, наверное, представлено, чем всех животных. Огромное количество, всех от маленьких до великих. Все могут быть у вас на столе, можете заказать тунца. Все возможные виды подводной охоты, рыбалки, погружения, снорклинга, все это возможно на Мадагаскаре. Ничем не отличается от других островов. Все экскурсии, связанные с просмотром подводного мира, очень популярны. Поэтому пляжи и океаны, пляжный отдых развит. В основном на северо-востоке, как я уже говорила, и западе. Это регион, где адаптировано для отдыха. Потому что есть такие берега, где очень много ветров, где бухты не расположены для того, чтобы был песчаный какой-то берег. Есть регионы, где постоянно дует ветер. И есть регионы с повышенным количеством акул. То есть восток, юг и юго-восток мы не рассматриваем как пляжный отдых. Есть острова Нусабе, очень популярные. Вот, да, вы прекрасный пример нашли. Это пляж, который находится на северо-востоке и северо-западе. Белоснежный, вода теплая, коралловые рифы, которые защищают. Коралловые рифы, как кольцо, защищают от акул, от каких-то экстремальных видов. Также, кстати, на Мадагаскар ездят смотреть китов. А есть ли давен с акулой? Ух ты, боже, на баскаре есть. Киты. Акулы и киты, все там есть? Все там есть. Супер. Как везде, в Альдийском океане. Но китов наблюдают на северо-западе. Есть месяца, считается, с июня по август летние. Три месяца, когда можно наблюдать свадебные игры китов. Еще с июня по? И август. Три месяца лета. У них зима. То есть более прохладно, им комфортно. Поэтому они приплывают. И многие туристические агентства Мадагаскара продают эти месяца, как мы наблюдаем за китами. Цена там как-то влияет на это вообще? На... Киты влияют на цену? Если есть спрос, конечно, стоимость немного повышается. Я не могу сказать... Вообще Мадагаскар не очень дорогой город, остров. Потому что там отели доступны для нашего проживания. Самая дорогая... Вообще большая часть расходов уходит на авиаперелет. Ну, конечно, как всегда. Как обычно. Потому что далеко. А в принципе отдых доступен. Скажите, вот акулы. Мне нравится просто эта тема. Там есть ли дайвинг с акулами и какие вообще там акулы водятся? Ну, просто любопытно очень. Дайвинг с акулами я не встречала. Но акулы водятся. Начиная с пакетовые, белые. Вот у вас прекрасный пример самой страшной акулы. Но я не слышала о том, чтобы были дайвинг предложен с акулами. В этой части. Предложите. Все в ваших руках. Это все в руках тех, кто организует. То есть принимающие компании. На данный момент не организовывается. Я думаю, что экстрим все-таки не по нашей части. Такое. Такого рода. Может быть это опасно. То есть в экстриме вот такого вот акулы все-таки вы не пойдете. К акуле. Ну, если бы хорошо организованный был уже опыт на острове, то можно рискнуть. Потому что я и заходила в клетку в тигру. И к львам. Вот мы были на Маврикии. Мы заходили в парк, гладила, находилась, не боялась. То есть вообще, в принципе, я не могу сказать, что мы опасаемся. Но за туристов есть волнение. Ну, конечно. Поэтому сама-то вот поедем в первую экспедицию. Если найдем, попробуем, то будем предлагать и туристам. Кстати, вот баобабыш – это тоже уникальный такой символ. Растение. Нет, баобабы есть только на Мадагаскарах. Это потрясающие растения, которые впитывают воду. И внутри находится много воды, как запасник. Поэтому они растут в более пустынной территории. То есть там, где пустыня, лес – это такой. Видите, почти мало растений, густов, деревьев. Только эти деревья. Тоже уникальные, очень красивые. Мы поедем там, где знаменитая аллея баобавов. Очень длинная, красивая. Все самые красивые фотографии, все самые красивые впечатления. Вот возле Мурандава у нас находится аллея баобавов. Мы обязательно там побываем. Можно загадывать? Ну, вот, например, допустим, мы выберем, кому мы… Ну, допустим, эту аллею. Вернее, это одна этажа. Это начало, да. Но аллея, она длительная. По ней можно гулять, организовать прогулки. Можно ехать на машиной. То есть, это вот в этой местности самые потрясающие виды. Закат принято встречать или рассвет. И все фотографии очень красивые. То есть, действительно, баобав – это символ Мадагаскара. Они есть только там. То есть, чтобы уехать на Мадагаскар, и нужно сделать три самые важные вещи. Увидеть баобав, увидеть лемуров и побывать на белоснежных, самых знаменитых пляжах. Диких, самобытных. Вот там, где природа не тронута, не благоустроена. Вот как на Мадивах или даже уже на Маврикии. Уже мало таких мест, где не ступала много человека. Или мало ступала, скажем так. За этим мы едем туда. За эмоциями, за впечатлениями. Это ярко, неповторимо. И это… Каждого человека манит какая-то страна, какая-то дальняя даль. Вот нам хочется увидеть что-то совсем отличное от наших условий проживания, что-то поразительное. Именно это остается навсегда в нашей памяти. Именно это впечатляет. И через всю жизнь проносишь. То есть, какие-то дальние уголки природы манят человека традиционно. И остаются в душе надолго. Ну что ж, мы желаем вам, чтобы он у вас в душе тоже надолго остался. Не только вот так визуально на фотографиях, но и действительно в настоящих воспоминаниях и впечатлениях. Мы вас приглашаем в эту поездку. Да, спасибо, спасибо огромное. Вы же хотели, у вас же в списке. Мы в вашем списке? Да. Прекрасно. И Мадагаскар у вас в списке путешествий. Да. Вы мне признали до эфира. По пеншую, да. Ну что ж, да, классно. И желательно, чтобы так складывалось, чтобы мы могли ездить чаще. И в особенности так далеко в такую страну, которая кардинально все отличается от даже тех побратимов, наверное, стран Африки. Да. Поэтому вы привезете впечатления, фотографии, видеозаписи, все что угодно, что у вас там накопится. Будем ждать вас еще раз с разговорами и беседами по Мадагаскару. Поэтому будем ставить небольшую точечку. С нами была в гостях Екатерина Сапитон, менеджер туристического оператора Artex94. На этом наш эфир на этой неделе окончен. Можно идти смело отдыхать. Ну а если вы что-то пропустили, заходите на нашу страничку в фейсбуке Бомбарбие ТВ, заходите на наш сайт, на наш сайт HotTurk.com.ua и на наш ютуб-канал. Вроде бы все. Спасибо.